Друзья, приветствую вас на канале «Шито-крыто». Здесь вы узнаете об энергетике и проверенных приметах на каждый день года. 31 декабря. Воскресенье. 19-е лунные сутки. Луна в убывающей фазе. Символ Дня Паук. 19-е лунные сутки считаются одними из самых сложных и опасных. В этот день в воздухе витает тяжелая, напряженная и опасная энергетика. Люди становятся более раздражительными и вспыльчивыми, а вероятность конфликтов возрастает. Сегодня Православная Церковь отмечает День памяти святого Модеста Иерусалимского. Он родился в христианской семье в Малой Азии. В молодости он принял постриг и стал монахом. По народному календарю Модеста в день, который считается покровителем мужчин и защитником от нечистой силы. Также в народе святого Модеста считали покровителем домашнего скота. Крестьяне молились ему, чтобы животные легко перенесли зиму. Несмотря на энергетически тяжелый день, сегодня все отмечают Новый год. Люди собираются в кругу семьи и друзей, чтобы повеселиться и загадать желания. Все стараются забыть о проблемах и заботах и просто наслаждаться праздником. Новый год – это время новых надежд и возможностей. Люди загадывают желания, надеясь, что они сбудутся в следующем году. Кто сегодня, в новогоднюю ночь, сбрызнет свой порог молоком, тот весь год будет богат. При этом произнесите, как много капелек в молоке. Так будет много радости мне. Для усиления силы слова пишите в комментариях. Да будет так. В 19-е лунные сутки важно сохранять спокойствие и равновесие. Будьте внимательны к своим словам и поступкам, чтобы не попасть в конфликтную ситуацию. Это также хорошее время для того, чтобы оглянуться назад и проанализировать свои прошлые поступки. Простите обидчиков и попросите прощения у тех, кого обидели сами. Это поможет вам очистить свою душу и начать Новый год с чистого листа. В эти сутки лучше отложить серьезные дела и переговоры. Действуйте обдуманно и не совершайте необдуманных поступков, которые могут привести к негативным последствиям. Не рекомендуется заниматься денежными вопросами, отдавать долги и брать взаймы. Есть риск стать жертвой обмана или мошенничества. Эти лунные сутки считаются критическими для людей с травмированной психикой. Если вы чувствуете себя плохо, лучше обратиться к врачу. Будьте внимательны к пище, так как в этот день повышается опасность отравления. Текущие сутки считаются благоприятными для стрижки волос, особенно для слабых и тонких волос. Стрижка в этот день поможет им стать более густыми и сильными. Кроме того, она может подарить вам знакомство и дружбу с хорошим человеком. Сегодня лучше избегать конфликтов и выяснений отношений. Будьте осторожны в общении с другими людьми, чтобы не попасть под их влияние. Неблагоприятный день как для заключения брака, так и для его расторжения. В этот день рекомендуется возвращать долги и прощать тех, на кого вы сердиты. Это поможет вам очистить свою карму и избежать неприятностей. В этот день высок риск обмана и мошенничества. Люди, родившиеся в этот лунный день, наделены талантом, но нередко обречены на одиночество. Их задача – нести в мир свет и добро. Это день, когда лучше отказаться от шопинга. Велика вероятность совершить необдуманные покупки, которые не принесут вам удовольствия. Вместо этого посвятите освободившееся время составлению плана на будущие приобретения. Это поможет вам избежать ненужных трат и потратить свои средства с пользой. Девятнадцатые лунные сутки считаются одними из самых опасных и сложных. В этот день энергетика мира становится очень тяжелой и неблагоприятной для людей. В этот день можно провести ритуал, чтобы продлить себе жизнь или сократить жизнь другому. Проводят обряды на закрытие дорог, жизненных и обычных. Например, можно провести обряд, чтобы закрыть путь человеку к желаемому или закрыть ему доступ к какой-либо информации. Зомбирование, подавление воли, любые порчи, где требуется завязывать узлы и связывать нитками или веревками. В этот день можно провести обряд, чтобы подчинить человека своей воле, сделать его безвольным или навести порчу. Также можно провести обряд очищения себя, своих близких или своего жилища от негативной энергии. Наши предки относились к природе с любовью и почтением. Они верили, что деревья – это живые существа, и срубать елку ради развлечения считалось кощунством. Но постепенно эта традиция прижилась, и сегодня елка является неотъемлемым атрибутом Нового года. Крестьяне очень любили новогодние праздники и Рождество. Они считали эти праздники самыми светлыми и радостными в году. В преддверии Рождества они соблюдали пост, очищали свои души и молились. А в новогоднюю ночь предки гадали о своей судьбе. Для этого нужно было лечь на место, где молотят зерно и прислушаться к звукам. Если услышали стук, то в Новом году ждет смерть кого-то из близких. Если услышали звон, то в Новом году будет свадьба. А если слышны звуки молодьбы, то в Новом году вас ждет богатство. В канун Нового года есть и запреты, которых следует придерживаться, чтобы не спугнуть удачу и счастье. Вот некоторые из них. Что нельзя делать? Не оставляйте на видном месте острые предметы. Острые предметы в народе считаются символом разрушения. Поэтому, если вы оставите их на видном месте, нечисть может воспользоваться ими, чтобы испортить ваше счастье. Например, она может порезать ваше счастье, уют и достаток. Не оставляйте открытой посуду с напитками. Злые духи любят прятаться в напитках, чтобы испортить вам здоровье. Поэтому в Модестов день все емкости с напитками обязательно закрывайте крышками или блюдцами. Не зашивайте одежду. Если вы зашьете одежду в Модестов день, то весь следующий год будете исправлять свои ошибки. Не подстригайте волосы. Если вы подстрижете волосы в Модестов день, то в следующем году они станут редкими и ломкими, а может быть, даже выпадут. Не обедайте в одиночестве. Святой Модест может обидеться на вас и перестать помогать вам в мужских делах. Поэтому в этот день обязательно накройте стол и позовите гостей. Нельзя бить посуду. Это приведет к ссорам и размолвкам с домочадцами. Не стоит отказывать в гостеприимстве. Это может привести к нужде. Не рекомендуется оставлять новогодний стол пустым. Это может привести к бедности и голоду в новом году. Обязательно, по своим возможностям, накройте праздничный стол с угощениями. Нельзя выбрасывать остатки пищи с новогоднего стола. Считается, что это прогоняет удачу. Остатки пищи отдайте животным или птицам. Вот несколько народных примет и традиций, которые помогут вам привлечь удачу в новом году. Купите новый веник и обвяжите его красной ленточкой. Поставьте его в углу кухни метелкой вверх. Это символ того, что вы готовы отпустить все плохое, что было в прошлом году, и готовы начать Новый год с чистого листа. Считается, что это поможет привлечь в дом деньги и благополучие. На столе для домового оставьте бокал с вином и тарелку с салатом. Это поможет домовому защитить ваш дом от злых духов и привлечь в него удачу. Повесьте венок на входную дверь. Венок из еловых или сосновых веток считается символом защиты. Он поможет вам сохранить мир и покой в вашем доме. Накройте стол с мясными продуктами. Это поможет вам поблагодарить святого Модеста за его заботу. Сожгите мусор, который выметите в этот день. Это поможет вам защитить дом от возврата всего плохого, что было в прошлом году. Но ни в коем случае не выметайте мусор за порог дома. Считается, что это может вызвать утечку положительной энергии из дома. Вынесите на улицу вещи, которые носились во время болезни. Это поможет вам избежать повторения болезни в следующем году. Вы можете сжечь эти вещи или утопить их. А вот несколько дополнительных советов, которые помогут вам провести этот день удачно. Помолитесь святому Модесту. Расскажите ему о своих желаниях и попросите его помочь вам в следующем году. Побудьте в кругу близких людей. В этот день важно быть вместе с теми, кто вам дорог. Настройтесь на позитивный лад. Верьте в то, что следующий год будет для вас счастливым и успешным. Новогодняя ночь – время чудес и волшебства. Многие люди верят, что в эту ночь можно узнать будущее. Если вас волнует какой-то вопрос, то перед сном задайте его себе или кому-то из близких. Затем ложитесь спать и ждите ответа. Если вам приснились умершие родственники, то обязательно запомните, что они делали и говорили в вашем сне. Их слова могут быть пророческими. Негативное сновидение говорит о том, что вы не готовы к активным действиям. Поэтому, если вы запланировали какое-то важное дело, то лучше повременить с ним. Желательно ближайшие несколько дней посвятить отдыху и восстановлению сил. Вот несколько советов, которые помогут вам получить точный ответ на свой вопрос в новогоднюю ночь. Задавайте вопрос вслух или про себя, но четко и конкретно. Постарайтесь расслабиться перед сном и освободить свой разум от лишних мыслей. Если вам приснится несколько снов, то обратите внимание на тот, который приснился вам первым. 31 декабря – это последний день старого года. Этот день всегда был особенным для наших предков. Они верили, что в этот день можно узнать, какой будет погода в будущем году. Поэтому на 31 декабря было принято обращать внимание на различные природные явления. Большие хлопья снега к умеренному морозу или отепели. Мороз в новогоднюю ночь, к веселым святкам. Если ворон, сидя на дереве, кричит сначала одним голосом, а потом другим, то следует ожидать скорого изменения погоды. Ветер западного или юго-западного направления предвещает продолжительную оттепель. Снег, который не скрипит под ногами, предвещает оттепель. Если поле зимой без снега, то и в амбаре будет пусто. Надеюсь, это поможет вам провести сегодняшний день с пользой и удовольствием. Пусть Новый год будет счастливым и удачным для всех. Друзья, поделитесь впечатлениями, что нового для себя узнали. Если видео вам пригодилось, поделитесь ссылкой со своими друзьями. Ваша поддержка очень важна для меня. Жду вас завтра на канале Шито-Крыто.